Давайте я вот расскажу еще одну конструкцию, которая мне кажется занятной и в какой-то степени даже поучительной. А именно вот. Она связана тоже с этой задачей ньютона. Работаем пункт. Размер А на А на А. В соответствии с нашей задачей ньютона, поскольку на него падает поток частиц, с точки зрения куба на него падает поток частиц, возникает сопротивление, которое не маленькое, оно великое. И теперь поставим следующую задачу. Мы хотим испортить куб вблизи его поверхности, но за счет этого сделать сопротивление матери. То есть, что значит испортить вблизи поверхность? Это значит вот что. Нужно найти тело, содержащееся в этом кубе и содержащие в другом кубе размером и имеющее сопротивление меньше ε. Говоря о сопротивлении, я всегда имею в виду силу, который поток дает для тела. Ну вот давайте посмотрим. Тело совершается в кубе и содержащий в другом кубе размером чуть меньше, чем ε. Т.е. действительно, требуется, позволяется испортить куб, но в каком-то слое толщиной ε, который прилегает к грамме, но не более того. Внутренний куб размера на ε меньше должен быть сохранен в неприкосновенности. Вот рука тоже должна быть. Имеющий малое сопротивление. То есть утверждается, что с помощью вот такой легкой порчи, малой порчи вблизи поверхности, можно сделать сопротивление из коллегодного. Ну, в принципе, кажется, что это неплохо, да? То есть чуть-чуть мы подпортили, так сделали на границе всякие такие... На самом деле, мы канальчики сделали, чтобы обтекал наш поток, и вот сопротивление будет мало. Но в ближайшее время немало, потому что тут возникают такие некоторые включительные конструкции очень интересные. Давайте рассматривать сначала квадрат. Тоже будем рассматривать сопротивление квадрата, и мы хотим испортить наш квадрат таким образом, чтобы внутренний квадрат размером а-x оставался неизменным, а сама порча бы заключалась вот в такой вот вблизи границы. То есть сначала мы сделаем эту двумерную конструкцию, и как мы от этой двумерной перейдем к трехмеру. А вот как. Мы нарежем квадрат на мелкие дольки. Сделаем такие сандычи. И будем прокладывать, значит, дольки большей ширины и дольки меньшей ширины. Дольки большей ширины будут получены, будут иметь профиль такой же, как я сейчас нарисую с этим квадратом, а дольки меньшей толщины предназначены просто скреплять вот эти вот другие дольки. Давайте я сейчас про плоскую фигурку говорю. Сделаем такую систему, похожую на систему водосточных труб. А именно вот как. Оставим сверху у этого квадрата воронки. Воронки это такие трапеции, которые будут улавливать поток частиц. Каждая частица впадет в какую-нибудь воронку. К каждой из таких воронок будет привыкать трубка меньшей толщины. То есть выход воронки ширина воронки велика, а сама трубка малая. И трубка будет устроена таким образом, чтобы обходить вокруг внутреннего квадрата. То есть сама трубка обходит. И потом к этой трубке подсоединена нижняя выходная воронка. Нижняя выходная воронка, через которую частицы будут великаны. И вот трубки присоединил к каждой такой воронке. И до назад. Я нарисую несколько таких картинок. То есть получится у нас вот что. Все частицы будут улавливаться на входные воронки, проходить вниз по трубке и дальше вылетать из выходных воронок. Конструкция будет сделана таким образом, чтобы скорость вылета мало отличалась от скорости влета. Если скорость вылета и скорость влета близки, то передный импульс будет мало. Я покажу, что разница между входной и доходной скоростью может быть меньше в скором году малого ε. И таким образом, что передний импульс будет меньше, чем ε. И все сопротивление, которое получено в суммировании ε будет тоже мало. В этом все идеи стек. И как строятся вот эти вот обводные каналы? Похоже, как я сказал, на водоступничные колодки. Возьмем трапецию. Возьмем трапецию. Приварим трубку. Трубку будет состоять из некоторого количества прямоугольничков и колесовых софталов. Возьмем трапецию. Таким образом, у нас получается входная и входная воронка для трапеций. Внутри труба есть объединение некоторого количества прямоугольников и секторов колец. Сектор кольца это, ну, четверть кольца. На самом деле, каждый такой тварь образуется четвертью кольца. Мы взяли кольца и разделили его на четвертью кольца. Вот каждая такая четверть кольца вставлена сюда. Получаются вот такие вот обводы. Разумеется, тут нужно проследить, чтобы частицы проходили поступательно. Чтобы они не отцепили назад. То есть, первая наша забота будет заключаться в том, чтобы доказать, что любая частица, которая падает вертикально вниз, ни в коем случае не выскочит наружу, вверх. Она обязательно пройдет по всей этой конструкции и вылетит вниз. Первое, что надлежит доказать. Вот. Сбегая немножко вперед, я скажу, что вот такая конструкция, состоящая из прямоугольников и секторов колец, она была использована для совершенно другой цели, как бы одновременно была использована. И в ней вот использовалось именно то, что частицы летят в ней поступательно и не происходит разворотов. Сама слотя, где это было написано, называлась «трант бильярд». На главный полный 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 лет 10 лет назад. То есть, бильярд в клее. В клее означает, что если уже задамое направление, то оно будет соблюдаться и ни в коем случае не сверкнет назад. Но вот так было независимо, все это было припевано. А вот входная воронка, к сожалению, что делать? Придется... Входная воронка устроена такими-то. Трапеция вот такая, значит, ее высота единицами с епсилами, т.е. вот этот епсил подъединиться. Высота его единицами с епсилами. И в длиной стороне вверху у нас идут два епсилами, и нижняя, да, это самая дорогая. Сейчас у меня уже не остается времени для того, чтобы закончить доказательства. Но, может быть, кто-нибудь из вас попробует, без интереса, доказать, что если входит перезортальная частица вертикально вниз, то обязательно через несколько отражений они пересекут... Если бы яркая частица пересекла верхнюю сторону трапеции, то она обязательно через несколько отражений пересечет нижнюю сторону трапеции. Никогда не будет так, что она внутри трапеции развернется и пойдет в ступку. Обязательно пересекут нижнюю сторону. Вот это вот у меня как бы задаил координат, если кому-нибудь интересно. Вот. И когда это доказательство будет получено, то после этого частица впадает в трубу, а ее движение будет уже не горизонтально. И она будет продолжать двигаться поступательно до тех пор, пока не выйдет в нижнюю трапеции, и тем самым она выйдет.